Я знаю, что сегодня вы ждали ответы на мои вопросы, о которых мы с вами заранее обговаривали. Но в связи с последними событиями на армяно-азербайджанской границе придется отложить мои ответы еще на неделю. Как говорится, человек предполагает, Бог располагает. Поэтому сегодня поговорим об актуальном, о текущем. Ну, впрочем, что я и говорил в одном из своих последних выпусков под названием «Армянская кухня на столике Ханкишиева». То и происходит. Ничего удивительного, во всяком случае, для меня. А говорил я следующее, что, дескать, стоит азербайджанским алверчи хоть как-то выбиться в люди и стать более-менее медийными, так они сразу выплескивают свой яд армянофобии своим зрителям, которые подписались на них не для этих нужд. Как и у столика Ханкишиева. Начал за здравие, кончил за упокой. Сначала привлекал людей на свой канал с тряпней, а как набрал необходимое количество подписчиков, так сразу армянофобия поперла. Кетчупо-майонезное лицо. Махеева вдруг заделалась политологом и перед своей аудиторией, собравшейся в очередной раз послушать, как правильно щи варить, столкнулись не с сощами, а ядовитой слюной, выпрыскиваемой из плешивой и маслянистой головы. Еще и выпуск на своем кулинарном канале назвал «Хотят ли русские войны?». Причем тут русские, мудак, плешивые. Разборки между армянами и азербайджанцами. Да чего русских-то приплетаешь? Еще и сладким восточным языком, как вы это умеете делать, а когда вы банду Басаева в начале 90-х формировали в Азербайджане, и эта банда вместе с трофеем отправилась потом в Россию тех же русских убивать, это ничего? Загуглите в ютюбе «Басаев об азербайджанцах» или полностью его интервью про Карабах, и сами увидите, как эти шакалы алиевские пытаются сидеть на нескольких стульях одновременно. А недавно в Баку так и вовсе, буквально вот несколько дней, орали тысячами на площади у этих своих небоскребах огней. Русские, армяне и иранцы – враги тюрок, видите ли. Не было такого? Было. Так что ж вы русских-то приплетаете? Голова врет и не краснеет, снова затронув Карс и его жителей, который якобы, по его словам, не принадлежал армянам, рассказал о сегодняшнем положении на армяно-азербайджанской границе. А апогеем всего этого явилось самое важное. Почему вдруг чумка эта, плешивая, переключилась в политологию? Распространите, мол, это видео, сказал он. Заведомо напомнив, что на него подписаны люди самой разной национальности, и это сработает. Отвечаю, это не сработает. По той простой причине, что, уверен, большая часть подписчиков столика далеко не дураки. И прежде чем делать какие-то поспешные выводы, просто и всего-навсего заглянет этот самый подписчик в источники, о какой древней нации Ханкишиев говорит, но не озвучивает. Загляните в любые источники, увидите, сколько лет Армении и сколько лет его родному Азербайджану. Когда армяне писать научились, а когда азербайджанцы. Когда армянская цивилизация зародилась, и когда азербайджанская. Сейчас, слава богу, всего полно. Не нужно для этого бегать в библиотеки. Все оцифровано в интернете даже. Можно почитать, что римские писали, греческие, иудейские авторы античности, об Армении и армянах. И писали ли они вообще хоть что-то об азербайджанцах. Все это есть. И все это не уничтожить. Вы можете уничтожить армянские хачкары, как это делали в 90-х. Но мысли, изложенные античными и средневековыми авторами, нематериальны. Их так топором и ломом не разбить. Поэтому от того, сколько раз бы вы шербет не произносили, слаще во рту не станет. Напротив, рот также будет вонять. И действовать лишь на внутреннюю вашу азербайджанскую безграмотную аудиторию. Безграмотную. Я не говорю обо всех. Что касается Карабаха, то и далеко ходить не нужно. Можно уйти лишь в 19-й век. Где были ваши доблестные азербайджанские солдаты, карабахские, когда Наполеон в Москву вошел? Почему проявили себя только трое Кавказа-Закавказских народов? Грузин, Багратион, чеченец Искандар Александр Чеченский и карабахский армянин Валериан Мадатов. А вы где были? Снова караул орали? Существует огромный список армян-полководцев 18-19 веков, состоящих только из одних карабахских армян, проявивших себя в Наполеоновской войне, русско-турецких войнах, русско-кавказских войнах. Это только карабахские армяне. Я уж молчу про всех остальных. А ваши где? И поинтересуйтесь историей армянского переулка в Москве, одного из старейших в городе, или какая связь купола Григория Армянского на храме Василия Блаженного на Красной площади с армией Наполеона. Где вы были? Может, вас вовсе не было? И не стесняйтесь кочевого своего прошлого, хотя бы ради шахсовенов ваших, которые до сих пор кочуют по Ирану, а помидоры и огурцы видят только тогда, когда их персы угостят, или в обмен на баранину. Вернемся к Ханкишиеву. Почему так расплавилась сталь и превратилась в олова? И заметьте, не только сталик, но и сам Чобан, всея Азербайджана, его атара, приближенная и далекая, на которую он обычно смотрит через клеточку. Почему вся эта орава в 2016 году выглядела уверенно, а теперь брызжет ядом? Ответ простой. Неожиданность. Неожиданность цвета горчицы на столике Ханкишиева, которой никакой энтерофурил не поможет. Объясняю. Уазик, нарушивший государственную границу и последующие события, оказался казусом Белли для обеих сторон. Это смешно только в том случае, если бы Уазик оказался бы на границе, скажем, Люксембурга и Германии, Бразилии и Аргентины, в конце концов, ЮАР и Мозамбик. Но не на границе двух враждующих сторон, таких как Армения и Азербайджан, Израиль и сектор Газа, Пакистан и Индия. Азербайджанская сторона после провокации с Уазиком начала обстрел армянских позиций. На что неожиданно для них получили жестокий отпор. Именно жестокий, а не жесткий. Результат 14 убитых по версии Азербайджана. Или 12, я не знаю. У них постоянно разнятся версии, им верить, себя не уважать. Большинство из которых эти убитые офицеры младшего и высшего командного состава и один, что немаловажно, генерал. Причем тот самый генерал, который отличился в 2016 году и получил медаль от Ильхама Алиева. Спрашивается, часто ли генералы присутствуют при обычном плановом разъезде пограничников? Что там делал генерал ВС Азербайджана, если вы заведомо не готовились к провокации на границе? Также враг понес потери в технике, танки, несколько беспилотников и, что немаловажно, прохерил израильский беспилотник, разведчик Элбит Кермес с 900 стоимостью по разным цифрам от 30 миллионов долларов. Он был недавно закуплен, а Алиев даже успел сфотографироваться с ним. Теперь Гермесом владеют армяне, а у Алиева, ну, правда, не самим Гермесом, а осколками Гермеса владеют армяне. А у Алиева осталось лишь фото на память за 30 миллионов баксов, что тоже вполне достойно и можно вносить в книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое фото. Об этом событии высказались и израильтяне, кстати говоря, заметив, что этот беспилотник прошел и Сирию, и Афганистан, и Судан, многие другие горячие точки, но сбит исключительно армянами. Беспрецедентный случай. Учитывая мощную в кавычках армию Азербайджана и голодную в кавычках армию Армении. Но главное, о чем почему-то замалчивают СМИ, видимо, чтобы не брать ответственность за развязывание, то та точка, тот самый пост, которую взяли у вершины Карадаш. Армяне взяли. Давайте скажем правду. Не сейчас так рано или поздно пришлось бы армянской стороне брать этот самый пост под этой вершиной. На протяжении 30 лет азербайджанские снайперы отстреливали мирных жителей близлежащих армянских сел. 30 лет. То здание повредят, то ранят там кого-то. Не знаю, доходило ли до убийства или нет, но прежние власти Армении старались закрыть на это глаза, чтобы не поднимать шумиху ВДКБ. Мол, подумаешь, раз в полгода хулиганит та сторона. Но жители Тавуши и выходцы оттуда прекрасно все это знают. Там ни жить, ни бизнес вести, ни детей растить. И почему я сказал о казусе Белли? Армении даже в какой-то степени выгодно было, что на этом участке фронта начались переделы границы. Так как когда-нибудь с этим безобразием нужно было бы заканчивать. Не сегодня, так завтра. И вот с такой неожиданностью со стороны Армении и столкнулся Азербайджан. То есть, если раньше им все с рук сходило, то теперь татарам дали мзды. Но не той, что ордынцам. Конечно же, в Азербайджане начался хаос. Тысячи вышли на улицы Баку, желающих повоевать. Но, по словам Алиева, реально из этих тысяч только 150 оказались готовыми это делать. Из них несколько человек стащило со столика Ханкишиева ящики с армянскими абрикосами в отмеску за танк и стали мстить абрикосам. Вообще, советую азербайджанцам отказаться от продажи абрикосов, а столику Ханкишиеву не ставить пироги с абрикосовым джемом. Ибо все абрикосы армянские, где бы они не произрастали. И армяне в этом не виноваты. Еще древние римляне называли абрикос армянской сливой. Да-да, древние римляне не знали азербайджанцев, а вот армян знали. Соседняя империя была. Поэтому на научном языке, на ботаническом, на латыни абрикос прунус армениака, армянская слива. И ничего тут не поделать. Никакая Фарида Мамедова и Ильхам Алиев не помогут. Это вопрос к Цезарю. Впрочем, настроение людей понятно. Ведь в этой стране принято насаждать людям убеждение, что Армения дескать слабая страна, экономика не к черту, люди бегут из страны и так далее. На деле же оказалось иначе. Поэтому они и злятся. Обратите внимание, они как злые мучи по всей Москве, по Петербургу, по другим городам ополчились так, ну я не знаю, действительно злые мучи жужжат. То есть это о многом говорит, они понимают свое поражение. Армения вполне может постоять за себя, если она один на один с врагом без вмешательств исламистских сил, силой с Турцией или Пакистана. Ереван не обращался за помощью к ОДКБ, как бы не представили азербайджанские СМИ в искаженном свете провокацию, якобы провокацию Армении, чтобы втянуть ОДКБ. Вы вполне по зубам Армении. И 90-е это доказали, и сейчас это доказывают. И я рад, что армянская армия заняла эту точку Постваш, Карадаш, откуда постоянно шли обстрелы по армянским приграничным селам. Теперь эту точку контролирует армянская армия. И как бы вам там по ушам не терли, сказки не рассказывали про 30 убитых или сколько там, 100 военных убитых армян и так далее, что все у вас нормально. В ружке все это. На фоне всего этого, конечно же, Азербайджан пытается исказить ситуацию. Но что тут поделаешь? Даже они ссылались на журнал Fox, мол, гляньте, что пишет Fox. Только забыли дополнить, что этот Fox турецкого филиала. На самом деле, у Армении 4 потери. И Армения никогда не скрывала свои потери. Никогда. Ни в 90-х, ни в 2016-м, ни теперь. Мы нация очень маленькая. И каждая жизнь на счету. Это вас там то 10 миллионов, то 30 миллионов, то 50 миллионов, то все 70 миллионов. А мы знаем, сколько нас. Поэтому каждая наша голова на счету. Светлая голова. И мы знаем всех поименно, кто, где и когда. Не нужно свой больной опыт перебрасывать на здоровый опыт армян. И распространять фейки для внутренней аудитории. Пожалейте их головы. То выкладывайте сюжет с грузинскими солдатами, где-то в водоеме и говорите, что армяне ныряют от страха. Причем не обращая внимания на то, что речь там на грузинском идет. То выкладывайте сирийское видео с какой-то подбитой техникой и вы даете, что это вы подбили армянскую технику. А когда вам сделали замечание из Минобороны России, вам пришлось удалить это видео и сообщить об ошибке. Но имейте совесть. Хочу заметить, что вы и к Сирии-то имеете отношение поскольку постольку. В 2015 году, когда война в Сирии была в разгаре, а российских войск там еще не было, я бывал в Сирии и знаю из первых уст, что азербайджанские дипломаты удрали из Сирии еще в 2013 году, когда сирийцы сожгли турецкое посольство в Дамаске. Турки покинули Сирию, а азербайджанские дипломаты удрали вместе с ними, так как в заднем проходе зазудело и без турок оставаться не пожелали. Армянский дипкорпус вместе с российским ни на минуту не прерывал работу и даже несколько раз подвергался обстрелу, так как находится в том районе Дамаска, где часто скапливались в то время бандой Джабхат Ан-Нусры. Так что ваши, если и были в Сирии, то только в качестве граждан исламского государства, запрещенной в России. Кстати, о дипломатах. На днях с должности был снят и министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедьяров. Как сообщалось, Алиев долго искал Мамедьярова, пока тот отсиживался дома. А сейчас мы должны дать слово Ростов-на-Дону. Добрый вечер, Москва, на связи Ростов-на-Дону и я, Вадим Арутюнов. Так и совпало, что большинство собравшихся здесь ищут своих родных и близких от Магадана до Мадагаскара. География огромна, дадим им слово. Добрый вечер, кого вы ищете? А когда он нашелся, Алиев принял рапорт об отставке хлопца. Итак, Азербайджан в панике. Ковик коронавирусян пришел оттуда, откуда не ждали. Ожидается, что плоды Ковика почувствуют на себе в городе ветров через пару недель, если не разойдутся по хатам. А столику Ханкишиева желаю много вкусной и здоровой пищи, не ядовитой. Кэцэ гайоц банакэ. Кэцэ гайоц